Будьте добры, масочка, давайте позвольте. Просьба к забывчивым покупателям надеть маску при входе в торговый центр стала традиционной. Строгие противо-ковидные ограничения действуют в регионе уже больше года. Ежедневно сотрудники администрации, Роспотребнадзора и полицейские проверяют места массового скопления людей на соблюдение этих самых мер. Рядовые покупатели, представители торговых площадок и развлекательных центров внутри торговых комплексов, в центре внимания контролирующих органов. Сейчас, когда меры усилились, особенно актуально напомнить жителям о необходимости соблюдать антиковидные ограничения. На сегодняшний день мы отвечаем о ухудшении по заболеваемости с коронавирусной инфекцией. Мы увидели рост на этой неделе, который отмечается в шести группах возрастных из восьми. Рост отмечается среди детского населения, среди населения 18-25 лет. Здесь самые высокие показатели за эту неделю. И среди населения до 60 лет. Прежде всего, проверяющие обращают внимание на то, как жители соблюдают масочный режим в торговом центре, и как работают кафе и заведения быстрого питания. Обслуживают ли посетители с помощью электронного меню, дезинфицируют ли поверхности на фудкортах, а также соблюдается ли социальная дистанция. Однако, с недавнего времени, согласно постановлению губернатора Дмитрия Азарова, детские развлекательные комплексы должны прекратить свою работу. Теперь в зону ответственности проверяющих входит контроль и за этой сферой услуг. Нарушения предписаний караются санкциями. Администрация района в основном проверяет юридические лица и индивидуальных предпринимателей, составляет материалы по статье 26.1, по которым санкции могут для юридических лиц достигать от 100 до 300 тысяч. Только в железнодорожном районе за время проверок составили порядка 250 материалов, которые послужили почвой для оформления протоколов и привлечения к ответственности недобросовестных предпринимателей. Общая сумма штрафов – более 3 миллионов рублей. Проверки соблюдения антиковидных ограничений начались с сентября прошлого года и продолжатся вплоть до отмены эпидемиологических мер. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.